Рисунок на асфальте как последнее напоминание о старом школьном дворе. От здания 88-й школы в верхней беранде осталась груда камней. Постройку середины прошлого века, которая ни разу не видела капитального ремонта, в итоге признали аварийной, демонтировали. Рядом продолжают строить два здания школы на 200 мест, основное трехэтажное и спортзал. А этот экскаватор роет котлован под фундамент для детского сада на 40 малышей. На этой же территории появится и спортивная поле, то есть вырастет целый образовательный комплекс. Окончание строительства ждут с нетерпением не только жители верхней беранды. Дело в том, что в 88-ю школу ходили и сочинцы из нескольких соседних поселков. Детского сада тоже очень ждут. Анжела Пашьян возит внучку в детский сад в Головинку. Сейчас Ариане четыре. Через пару лет радуется бабушка, девочка сядет за парту уже в новой современной школе. Бетонные работы строители обещают закончить до конца года. Для этого увеличат количество бригад, которые будут трудиться в две смены. А в самом начале 2017-го уже приступят к отделке, чтобы распахнуть двери для школьников к первому сентября. О ТЭПах работ на встрече с главой города Анатолием Пахомовым рассказал его заместитель по строительству. На нами был откорректирован проект, который был разработан в 2013 году. Но там были некоторые замечания. Значит, проект прошел повторную госэкспертизу. Соответственно, отыграли контракт. У нас не должно быть такого подрядчика, который будет осваивать деньги. У нас стоит задача построить школу. До первого сентября. До первого сентября. И поэтому у него не должно быть такого. Я освоил, больше денег нет. Он видел, за что он берется. Он понимал, что других денег не будет. Количество жителей города резко увеличивается. Естественно, у жителей есть дети. Эти дети идут в детские дошкольные учреждения, ну и в школы. И задача властей в полном объеме все эти желания и все необходимости обеспечить. Также на встрече говорили о продолжении строительства в сочинских селах фельдшерско-акушерских пунктов. Один из них строит в селе Прогресс Хостинского района. Уже выполнены работы по заливке фундамента, обустройству стена, выставлена опалубка для заливки перекрытия и установлены локальные очистные сооружения. Первых пациентов ФАП примет в конце декабря. Медпункт станет хорошим новогодним подарком для жителей Прогресса.